Самара сейчас занимает третье место в области по количеству заболевших на 100 тысяч человек. Чаще заболевают только в Отрадном и Новокуйбышевске. По структуре течения болезни – бессимптомная, легкая, средняя или тяжелая. Цифры практически не изменились. 39% или 2250 человек, у которых определена средняя тяжесть клинических проявлений, легкая форма диагностируется у 33% или 1272 заболевших. И бессимптомное течение отмечено у 75 человек, 2% от числа заболевших. Эта цифра также в течение октября практически не изменилась. Среди заболевших в Самаре стало меньше сотрудников сферы образования и торговли благодаря введенным ограничениям. А доля работников промышленных предприятий, которые продолжают деятельность, увеличилась. Глава Самары Елена Лапушкина на заседании городского штаба по противодействию распространению коронавируса поручила руководителям департаментов и главам районов проводить более активную работу. Давайте вернемся к проверкам промышленных предприятий. Владислав Иванович, надо еще раз написать информационные письма всем руководителям, во всяком случае тем предприятиям, которых мы с вами мониторим, 169. И, конечно, надо организовывать выезды с проверками входного контроля. Районы администрации продолжают контролировать амбулаторных пациентов с коронавирусом. Их сейчас в Самаре более 7,5 тысяч. Не прекращаются и проверки соблюдения масочного режима и других санитарных требований в общественном транспорте, в торговых центрах и магазинах, в офисных центрах и отделениях банков. Кроме того, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.